Итак, мы решили по уже той тропе, которая с указочками, не по дороге, которая куда-то ведет, а реально ПРТФ 51.1, Лакомпры 2,1 километр и Коризаль Альто, верхнее 1,1 километр. Итак, это тропа, начало нашей сегодняшней прогулки. Итак, я буду делать небольшие репортажи по ходу движения. Вот мы поднялись буквально 100 метров по тропе, та симпатичная деревня из шести домов. Ну и вот дорога, кто будет ее повторять, чтобы уже видели воочию и решили, как она вам. Дорога все выше, виды по-прежнему красивые. Так что приятно и с полезным. Дорога продолжается. Много зелени. Дышится хорошо. Вперед. Легкий ветерочек, чем выше к перевалу. Кто видел, как актус цветет? Сейчас поближе сделаю. Так что пешеходные прогулки и для здоровья полезные, и что-то новое, что из окна машины не увидишь. Природный парк Тену. Начало июня, еще маки не цвели. Красивая дорога, пешеходная тропа. По этой дороге мы ехали примерно от трассы километра три-четыре. Мы уже почти на самом перевале. Юрий говорит, отсюда вид лучше. Так, это Канарский Дрог впереди. Юка молодая. И вперед. Взрывали. Приятный ветерочек. Не жарко. Тропа удобная. Хотя, полшага влево и акактус можно уколоться. Тропа немного оборудована. Такие стенки из натурального вулканического камня. И идет дальше. Юре нравится. Еще что-нибудь? Еще лепота? Еще что? Пока только эмоции. Как красиво и какой воздух. О, Юра прокомментировал. Ты не жалеешь, что я тебя уговорил? Пошли. Еще один этап преодолен. Уже вид так бы панорамный сверху. Это голубая агава, кстати. Еще 50 шагов. Новый вид. Новые ракурсы. Тропа все-таки оборудована. Хоть 4 ступеньки, но рукотворные. Подъем все выше. И выше. Пешеходная тропа продолжает, продолжает подниматься выше в гору. Открывается более панорамный вид. Так, торопит Юра меня. Следующий красивый вид на маршруте пешеходной тропы. Кактус выше меня опунциям. И впереди Юра уже ждет. Мы прошли до крайней точки нашего маршрута. Сейчас поэкспериментируем и пойдем дальше. Юра уже сказал пару слов про этот огородик. Красивый вид. Мы передохнули. И идем дальше. Изучать пешие маршруты для горных туристов острова Тенерифа. Юрий интересуется, почему лук не собрали. Так как он немецкое воспитание имеет, я шаг сделал уже на территории огорода. И мне Юрий делает замещение. Территория приватная. Вот что значит Ордунг, да Юра? Ордунг! Ордунг! Да! Так, ну что, красиво. Судя по всему, указок не было по маршруту. Что это та деревня 2,1 километра, что я в начале ролика говорил. Кумпре. Ну мы зайдем чисто. Все равно пешком пойдем к машине. Так, последний уже такой завершающий эпизодик. Или еще деревню я вам сниму. Судя по всему, она небольшая и интересная. Все, что знает этот маршрут, можно машину здесь вставлять. И идти там, где у нас было начало. Но здесь уже сверху вниз. Уже легче. И вот сама та деревня. Мы решили ради эксперимента пойти по асфальту к нашей машине. Не старой дорогой, а уже по асфальту. Вот мы пошли по другой дороге, вышли на основную трассу, решили вернуться по ней. Потому что там немножко тяжеловато. Ну, дорога, я скажу, легкая, в принципе. Вот. Красота здесь очень хорошо. Ну, опять же, для любителей и для экстремалов, таких как мы. Ну, всем советую. У кого лишний вес, пару килограмм потеряете точно. Да, Костя? Конечно. Рассказал по асфальту идти дольше, но комфортнее. Ну, а для меня просто новые виды. Может быть, еще пару эпизодов сниму. Обратил внимание на новый вид на океан. Облако причудливой формы. Сейчас приближение сделаю немножко. Так. Наша машина стоит, если посмотреть по направлению экрана, самый такой крутой поворот. Где-то там. То есть мы вот идем по основной трассе. Юра, вот Юра идет. И потом будет указочка еще 3-4 километра по узкой серпантинистой. Ну, и вот эти красивые виды. Приятный ветерок. Именно самый оптимальный. Было бы сильнее. Может быть, не было бы так комфортно. Все, догоняю Юру. Ты купаешься? Купаешься. Так, коротко. Это собака. Нет. Слышим звуки. И с Юрой не знаем, люди или это собаки. Новость микрофон, конечно, не услышите. Итак, красивый вид. Какой-то домик. Иногда едешь, видишь. Думаю, как он туда подъезжает. Как они живут. Ну, по таким ступенькам где-то. А вон он наверху домик. На фоне неба. От дороги подальше. До маски оживленные движения. А уже после маски по направлению к Беновисте Дель Норте машин мало. Ну, вот редкая машина сейчас. Турист или местный жить. Местный, да. Мне кажется, собака. Вон тот домик в начале эпизода я показывал. В начале этого ролика. Жилой, не жилой даже. Судя по тому, что огороды заброшены, может быть, и не жилой. Ну, мы решили уже за компанию идти до конца, до машины. Я мог, конечно, сочкануть, но я же хороший товарищ. Так что я с Юрой пойду до машины. Да, Юра? Ну что, потихонечку за разговорами. Дошли уже до этой деревни. Вот наша машина впереди. Уже следующий ролик будет какой-то другой темы. Я этот не буду дробить, объединять уже. Он как бы тематически будет. Надеюсь, будут продолжения. Где-то в выходные дни свои будут пешие маршруты, ну, и вам показывать. Продолжение следует...